Очередной сход, на котором жители пообщались с представителями власти, состоялся в Доме культуры поселка Ильского. После демонстрации фильма глава поселения Николай Головко рассказал о проделанной работе за 2019 год. После отчета слово предоставили жителям. Людей интересовали вопросы энергоснабжения, вывоза мусора в станице Дербинской, оплаты счетов за водоснабжение, охраны общественного порядка. Жители призвали земляков к уважительному отношению к труду других людей. В парке действительно ломают лавочки постоянно, ломают детские площадки, поэтому надо как-то… Да, казаки дежурят, дежурят до 11, но когда открыто кафе, особенно пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни, да, действительно музыка невыносимая, машины, мотоциклы газуют так, что даже… Ведь не только там кафе находится и магазины, живут же там еще люди. То есть все эти моменты надо пресекать, пресекать. А человек в форме должен быть авторитетом для людей. Замечания человека в форме и казаков должны быть приоритетом. И молодежь должна знать это. Помимо этого, жители поселка попросили установить на трассе возле больницы кнопочный светофор и обустроить в поселении новые тротуары. По крайней мере, обещают нам в 20-м, ну максимум в 21-м году эти все, да, это позорные тротуары, я с вами согласен, сделать, да, в рамках краевой программы. Я думаю, что мы с вами добьемся этих тротуаров, будет все у нас красиво там. На все вопросы присутствующие получили ответы. Наиболее проблемные будут отработаны поэтапно. Районную администрацию, главу поселения и его коллег жители поблагодарили за работу. Расцвел поселок, улицы чистые и красивые. Стадион становится лучше с каждым годом, отметили ильчане. Большое вам спасибо, что именно вы и слышите, и слушаете, и практически мгновенно помогаете решить все то, что нас беспокоит. От меня, от родителей, от всех наших воспитанников и танцующих, и маленьких садовских, вам огромное от нас спасибо и низкий поклон. Адам Джарим отметил, что команда администрации в ильском поселении хорошая, сделана много. В то же время он подчеркнул, что не стоит останавливаться на достигнутом. Еще многое предстоит сделать, поэтому надо продолжать работу на благо жителей. Что касается работы поселения, главы администрации, депутатского корпуса, общественных организаций, Совета ветеранов, ТОСовцев, квартальных, могу только поблагодарить всех за совместную работу. Есть еще много вопросов и по водоснабжению, и по энергоснабжению, по газификации населенных пунктов. Есть по дорогам проблемы, по тротуарам, по уличному освещению, но это уже планы текущего года. Я уверен, что все, что было здесь в докладе, те планы еще плюсом многое удастся сделать и в этом году. Еще раз говорю, должна быть команда, не от случая к случаю, команда и системная работа этой команды. Вот тогда будет результат. В свою очередь Николай Головко поблагодарил районную администрацию, Совет депутатов и неравнодушных жителей поселения за активную и плодотворную работу.